А мы встречаем Александра Юрьевича Филатова Дальневосточный федеральный университет, но вообще-то родом из Иркутска. Дальневосточный федеральный университет Иркутска. Так, все, давай. Метка Арктина. Да, сейчас, давайте это мы прямо унесем отсюда. Саша, сколько ты относишься до лучшего слов? 4,5 тысячи. Ну, чуть-чуть поменьше, на самом деле. Это на пояс. Да, естественно, по прямой 2,5. Ну, скидок. Так. Микрофон, да? Микер. Да, я сейчас. Сейчас кликер принесу вам. Лучше микрофон для зависти. Микрофон мы. Раз, раз. Вот так подняли. Раз, раз. Все хорошо. Ну, еще раз всем доброе утро. Ну, как меня уже представили Александр Филатов из славного, дальневосточного города Владивостока и славного сибирского города Иркутска. Ну, поскольку экономиком мероприятие такое научно-популярное, поэтому я сегодня не буду глубоко вдаваться во всякие теоретико-игровые модели, которыми я занимаюсь. Хотя я сейчас видел просто идеальный пример, как это показать можно вот на таком уровне, что и все поняли, и всем интересно, и, в общем, конечно, респект. Вот, я сегодня коснусь вопроса различных эмпирических исследований, вот, что можно делать с данными, ну, на примере некоторого количества собственных результатов, которые в разные времена были получены. Ну, опять-таки, я не стану углубляться в какие-то сложные вещи, то есть я покажу то, что иногда просто находится на поверхности. Вот, ну, опять-таки, вот, та проблема, которая в экономике стояла, ну, еще даже, может быть, лет 50 назад, вот, что верилось и что, собственно, стало, когда там всякие модели общего равновесия продумывались. То есть, о чем думалось, что вот если когда-нибудь экономисты смогут залезть в голову всех людей, выяснить, а что же каждый захочет сделать, и, собственно, свели это все в одну единую систему, то можно было бы получить вот этот вот глобальный оптимум, да, общественное благосостояние, или как угодно его можно назвать, вот, и, собственно, и всем после этого будет хорошо. И проблема в том, что нам очень сложно залезть в головы, первая проблема, вторая проблема в том, что это будет огромное количество данных, и мы никогда не сможем их как-то устаканить, у нас ни компьютеров не хватит, ни программа обеспечения, и так далее. Вот, на самом деле, там проблема, конечно, кроется в очень сложном взаимодействии, да, то есть люди, если им прикажут что-то сделать, они не захотят этого сделать, да, Индивидуальная рациональность будет стоять очень часто поперек рациональности коллективной, да, вот, не раз уже здесь шла речь о том, что равновесие нашей, это вовсе не то, что хотелось бы людям, ну, вот, сейчас в очередной раз мы это хорошо увидели. Вот, но вот проблема с данными, ну, и с ускоряющимися компьютерами, конечно, если еще не решена, да, то, по крайней мере, такими большими шагами движется в нужном направлении. То есть есть очень много разной статистики, которая имеется, да, ну, если говорить про экономическую статистику, начиная с всяких официальных данных, там, Россия Росстат, там, Европа Евростат, там, Рубанк, там, и так далее, да. Есть множество различных альтернативных баз, да, там, по предприятиям есть база Spark и Руслана, там, есть вот это обследование вышки, которая в течение многих лет уже делается и много кем используется база RLMS. Вот, есть данные отдельных компаний, вот, будет небольшой примерчик на данных крупнейшей такой вот сети ритейлеровской, X5 тоже, да, даже то, что у меня есть, у меня, понятно, есть очень маленькая база, она, там, гигабайт даже на несколько занимает, то есть там огромное количество информации, вопрос, как это все устаканит, да. Но не говоря уже про интернет-магазины, там, возьмем какую-нибудь Alibabao, там сотни миллионов пользователей, да, каждый из этих пользователей зашел, посмотрел какие-то товары, что-то сравнил, вернулся обратно, что-то потом купил, да, и это все, в общем-то, в принципе, доступно, и сами компании могут этим как-то воспользоваться, да. Ну, не говоря про поисковики, да, мы делаем каждый из нас десятки запросов в день, умножить на 8 миллиардов жителей земли, вот это вот каждый день такое количество информации где-то появляется, и тоже мы можем на основе этого смотреть, а что же люди хотят сделать. Вот. На самом деле, даже гораздо меньшее количество информации иногда может что-то нам интересное сказать. Вот тут Лешу я не вижу, он там периодически говорит о том, что, ну, экономика это такие красивые теоретико-игровые модели, да, и можно наслаждаться, но к жизни никакого отношения не имеет. Вот я здесь скорее чуть более оптимистична, потому что есть ситуации, когда мы можем, может быть, не все сказать, да, люди ведут себя не всегда национально, опять-таки эти поведенческие аспекты тоже можно принимать во внимание, но что-то мы можем узнать о действиях людей, и не всегда это совсем там ноль, да. Ну, вот из таких вот примеров была хорошая работа, значит, Берри Левинсон и Прикса в эконометрике, опубликованном в 95-м году, значит, они взяли данные по американскому рынку автомобилей, открытый доступ, да, 20 лет, 50 штатов, 80 наиболее популярных моделей, там, данные по ценам, объемам продаж, вот, взяли туда же множество, там, экономических, социально-демографических показателей, вот, ну, собственно, что они принципиально сделали, они не просто там какую-нибудь регрессию спроса, там, на цены и так далее, вот, они построили такую модель множественного выбора, причем зависящую от всяких показателей, да, условно говоря, там, где теплее, значит, люди будут более словно покупать какие-нибудь открытые кабриолеты, где больше детей, будут машины больше, разница в ценах на бензин, где-то там скалистые горы, там же где-то крупные мегаполисы, там машина поменьше, чтобы там в пробках попроще было, вот, и они взяли все вот это вот, закинули в модель, получили какие-то результаты, опубликовали, ну, а что часто бывает дальше, вот, люди берут и публикуют результаты, потом пишут в какие-то компании, вот, там, у нас статья вышла, посмотрите, пожалуйста, и обычный ответ, да, очень часто, там, процентов 80 молчок, да, процентов 20, спасибо, ваша статья очень интересна для нас, мы обязательно учтем ее результаты в нашей последующей деятельности, да, спасибо, за свидетельство, вот. Саша, это не совсем, не совсем так. Ну, я утрирую, естественно, сегодня. Нет, нет, есть случаи, когда большие, ну, это агентная модель. Да, значит, это... То, что я описал, это агентная модель. Большие агентные модели имеют пользу, и это не один пример, я считаю, так что... Ну, не один, а сколько статьи публикуется, да? Статьи, конечно, статьи. Я просто про массовую историю. Агентная модель, когда она делается, когда ситуация стационарная, конечно, она очень интересна. Понятно. Но проблема в том, что как только рынок изменится, почему не будет, эту модель нужно перенастраивать, для нее нужны инженер-познание. Конечно, да, да, потому что любая меняющая ситуация, она, собственно, все... В этом, на самом деле, проблема. Чего? Ну, вот здесь как раз была вот та самая ситуация, что компания откликнулась, и не просто откликнулась, а очень заинтересована, причем в двух вариантах. Одни начали обвинять, вы своровали у нас там наши свежие данные, поэтому у вас там привлечет к ответственности и так далее. Другие сказали, вот у вас тут наши данные, не знаю, как они у вас появились, но у вас какие-то там не совсем точные, вы, наверное, предварительные наши данные взяли. Поэтому вот вам новые, значит, используйте их в наших исследованиях. Вопрос, что ни те, ни другие не поняли, что это нереальные данные, это прогноз модели на 95-й год, да? Вот. Это к тому, что модель оказалась, ну, так скажем, очень сильно лучше среднестатистической. Правда, здесь, конечно, особый вариант, что автомобили — это не самый обычный товар. Когда мы покупаем в магазине хлеб, молоко и леденцы, то мы, наверное... То есть они лучше, извини, чтобы не лучше понять, что ты сказал. То есть они сравнили с тем, что их продажники, да? Да, и не поняли различий, да? Да, понятно. Вот. И опять-таки хорошая статистика, да, там куча штатов, все эти самые официальные дилеры, много машин и так далее. То есть хорошая модель, она бывает, что хорошо работает. Вот. При этом, ну, если говорить вот с самого начала, если у нас есть данные, вот какие-то простые данные, то то, что мы ожидаем увидеть, не всегда соответствует тому, что на самом деле будет. Ну, вот простой примерчик, да, вот у нас есть какая-то переменная x, y. Построили уравнение не регрессии, там, y является 3 плюс 0,5x, там, коэффициент терминации 0,67. Ну, кто знает, по крайней мере, вот эти вот вещи, уже, наверное, представили себе, как выглядят данные, да, регрессии вокруг них, раскиданы какие-то точки, да? Вот что-то вот типа такого, на самом деле, картинка ровно по этим данным нарисована, да? А может ли эти же самые данные генерировать какой-то другой результат? Да, вот эта штука называется квартет x, n-скомбан. Может, потому что абсолютно те же самые данные, те же, тот же разброс по переменам, да, средняя дисперсия полностью совпадает для всех четырех картинок. Та же самая функция регрессии, тот же самый коэффициент терминации, квадратичная зависимость, линейная зависимость другого вида с одним аутлайером, и вообще полное отсутствие связи с одним аутлайером. Вот четыре картинки, а все думают, что это типа вот первого, да, то есть вот здесь есть много всяких ситуаций, это просто такая очень наглядная, когда мы на самом деле, оценивая данные, можем получить что-то не то, да? Вот, опять-таки, вот если говорить про какие-то совсем базовые вещи, да, вот маленький фрагмент одного из этого, наверное, скорее, это такая вещь связанная с описательной статистикой, вот были какие-то данные, нам нужно было мерить размер компании, да? Как меряется размер компании, большая или маленькая? Ну, один вариант, там, по объему выручки, да, вот есть показатель, сколько продано, там, продукции за год, чем больше продано, тем больше компаний. А может быть, по числу сотрудников, а может быть, по активам, может быть, вообще, там, по капитализации, да, наверное, похуже показатель, или показывает не совсем то, но это четыре разных показателя. Например, крупнейшая компания по числу сотрудников, там, два с половиной миллиона сотрудников, Walmart, она, там, в десять лишнем раз отличается от тех, которые, причем, по любому из показателей, да, вот, саудиорамка крупнейшая по активам, да, есть, опять-таки, сфера IT, где, там, какой-нибудь, там, Facebook, там, Google, там, и так далее, Alphabet, они выходят, там, по другому показателю, по капитализации, там, и, там, Apple выходит. По числу сотрудников, они все гораздо меньше, чем Walmart, причем, опять-таки, там, даже не в десять раз, там, в пятнадцать раз, в двадцать раз, вот, и это разные вещи. Ну, хорошо, можно здесь сказать, что это компания из разных отраслей, да, а что внутри одной отрасли? Вот, возьмем какую-нибудь отрасль автомобильную, да, у штампа должно быть все одинаково, и мы можем просто взять в динамике, вот, данные по Тойоте, да, за пятнадцать лет были взяты, и, ну, как обычно предполагается, компания расширяется, нанимает больше сотрудников, там, строят новые заводы, соответственно, активы увеличиваются, продают больше автомобилей, увеличивается выручка, ну, вот, Тойота, там, коэффициент корреляции 0.9, там, 0.943, 0.905, там, у Форда 0.961, 0.960, 0.964, то есть, значение, все согласуется, как бы, с нашей реальностью, но возьмем, там, BMW или Renault, и мы не видим, вот, этих вот значений, 0.95, или даже 0.9, или даже, там, 0.7, 0.8, более того, они вообще отрицательные, да, то есть, компания по одному показателю растет, а по-другому падает, вот, можно ли из этого что-то сделать, ну, вот, самый простой вариант, там, взяли, посчитали частный коэффициент корреляции, а что было бы, какая была бы связь, если даже просто третий показатель был бы зафиксирован на одном уровне, и вот мы видим честную зависимость, да, есть зависимость, она вполне положительная, а почему такое случается, потому что у нас, например, есть отрицательная связь между активами и живой силой рабочих, вот рабочие берут и заменяются на автоматические линии, вчера тоже вот в докладе звучало, что у нас немного сотрудников, но, в принципе, компания достаточно большого масштаба, вот, если такое постоянно происходит, то мы не заметим ни в той ситуации, ни в первой ситуации, ни во втором, а когда происходит вот эта трансформация, у нас, соответственно, модель может, там, выдать что-то, что мы не совсем ожидаем. Ну, вот, упоминалась группа X5, которая, собственно, является крупнейшим российским ритейлером во всех городах, там, и Киеве, и Метро, и так далее, все это принадлежит ей. Насколько есть связь между ценой и объемом продаж? Причем здесь, я говорю, у меня очень маленькая, естественно, часть статистики, но помесячные данные по ценам, по объемам продаж на большое количество товаров. Ну, естественно, тут надо выбрать те товары, которые у нас постоянно покупаются, там нет сезонности, они все время присутствуют на полках, что там, если чего-то нет, то это все может очень сильно зашумлять данные. Ну, вот, взяли просто на луга 12 групп товаров, здесь перечисленных, ну, все это такие продукты питания, причем, что-то там к чаю в основном, да, или на завтраке. От 2 до 8 брендов доля рынка у каждого от 4% и больше, то есть, вот, собственно, такое условие. При этом, ну, можно какую-то очень простенькую модель сделать в зависимости объемов от цен. Можно добавить, значит, такой вот интересный политический аспект, что человек часто реагирует больше не на саму цену в абсолютном выражении, а на скидку. Словно говоря, изначально была цена 100, и никому этот товар был не нужен, да, потом подняли до 150, а потом снизили до 120, там написали, там, минус, сколько там, процентов, да, и покупатель пошел, да, по 100. Никто покупал, не покупал, по 120 стал покупать, потому что у нас вот это вот динамик. Вот это вот тоже нужно, как бы, выявлять, опять-таки, я не углубляюсь в какие-то более продвинутые модели, просто вот здесь вот указана эластичность спроса по цене на вот этих вот данных полученные, и изменение эластичности в случае, если у нас происходит снижение цены, ну, от 7 и больше процентов в месяц, да, ну, какой-то такой вот барьер поставили, что он уже заметный, вот, на сколько это влияет. Так вот выясняется, что по 8 группам товаров снижение цены, оно более важно, чем непосредственный уровень. Вот, ну, и при этом, в общем-то, большая часть товаров здесь все оказывается значимо и довольно сильно значимо, ну, кроме таких товаров, которые, ну, где скидка не важна, да, вот, леденцы, ну, понятно, что совсем ничтожная цена, там, без совы, знания, и соль, да, вот, как раз они здесь выделились, да, вот, по всем остальным, ну, знак мы видим, ну, вот, незначимый еще там для Баффет, вот, все остальное на уровне 5% оказывается значимо. Вот, вот, как люди ведут себя, допустим, в чуть менее стандартной ситуации, в ситуации, допустим, риска, вот, и как это можно отслеживать, да, опять-таки, вот, данные X5 у нас были, данные по авиакомпаниям у нас отсутствовали, вот, но можно провести, вот, есть такой метод экономический эксперимент, экономический эксперимент, когда, значит, экономисты приводят людей, часто в лаборатории, ну, про полевые, это немножко другая история, вот, приводят в лаборатории, задают какие-то условия, предлагают сыграть в эпокеры, там, чего-то еще, и отслеживают, как люди себя ведут. Причем, вот, чем это отличается просто от опроса, люди еще и получают за это денежку. То есть, у них должны быть какие-то реальные материальные стимулы, то есть, вот, то самое казино, которое устраивается, вот, потом эти самые и публили, и потом на честные рубли могут обмениваться в каком-то соотношении, известно. Ну, наверное, не получится платить всем и очень много, да, но для студентов все-таки, там... И вот в тот момент, когда и публик изменяет на рубли, войдет, собственно, служба безопасности. Да, есть некая сложность, но на самом деле, вот, вот, здесь вполне, ну, можно это как-то обгодить, то есть, это вполне официальные исследования, да, которые, причем, там, именно нужно, чтобы были материальные стимулы, а не какие-то еще. Ну, там, чуть попроще, например, играть со студентами, там, на балл рейтинга, что тоже, там, иногда практикуем, но пробивать такие работы, это чуть более сложная ситуация. Вот, но, опять-таки, здесь еще иногда вопрос, что сумма, там, в 100 рублей или 500 рублей, она не настолько значима, чтобы человек всегда за эти деньги боролся. Вот, ну, вот, мы, например, проводили с нашей выпускницей бакалавриата, заместо бакалавриата с Вашкинской программой, ДУФУ, вот, исследование покупки авиабилетов в условии диска, да, просто ставили в ситуацию, что вам нужно куда-то добраться, вы можете купить прямой дорогой рейс, а есть вариант, значит, добраться через стыковку, и этот стыковочный рейс, он оказывается более дешевый. Вот, ну, есть некая вероятность, что самолет опоздает, ну, поскольку билет единый, вас, конечно, довезут, но вы на сутки опоздаете, вот, на конференцию не доберете, да, которая у вас интересна. Минводы, да, Москва, Тюмень, Минводы, да, да, я не делаю. Да, вот, хороший примерчик, да, ну, опять-таки, бывает удобство, бывает, что просто цена ниже, да, я довольно часто летал совсем за копейки с какими-то весьма странными, с таковками в разных городах. Вот, вопрос, люди разные, кто готов переплачивать, кто не готов, да, и вот мы, собственно, запустили такую штуку, причем, ну, нельзя сказать, что всем мы выплачивали деньги, но трем случайным участникам мы выплачивали вполне вот эти вот реальные суммы, то есть у нас было, что если вы добираетесь вовремя, ваша ценность, там, 15 тысяч рублей, да, вот, ну, минус цена билета, сколько вы готовы купить, вот, собственно, разница у вас получилась. Купили билет стыковочный, там, дешево за, не знаю, там, за 7 тысяч, да, вот, и вам повезло, вы успели, ну, соответственно, у вас будет 15 минус 7, 8 тысяч, ну, там, ну, 7, 8 тысяч никто не выигрывал, по 4 тысячи народ выигрывал, мы, честно, переводили, переводили на карту, вот, причем там разные группы, там были и наши студенты, и это было, так скажем, в масштабе России, я просто через соцсети раскидал, то есть, там, приз, вот, самый большой приз ушел в Санкт-Петербург, например, вот, ну, и так далее, вот, вопрос, а кто готов переплачивать, кто нет, да, ну, здесь была табличка, здесь вот более таком, может быть, понятном варианте, кто и сколько, да, значит, за надежный прямой рейс готовы переплачивать, мужчины, да, люди в возрасте, сколько там за каждый год жизни, образованные люди, те, кто указали, что они боятся всяких рисков, да, у нас там была, ну, большая часть вопросов, у нас, где нету формально каких-то показателей, у нас была шкала, там, от минус трех до плюс трех, там, от одного до семи, если она вся в положительной области, вот, рискофобы тоже, конечно, готовы, да. А нет тех, кто, вот, не очень здоровы, два периода, гораздо сильнее бьет по мозгам, чем один? Ну, все, как бы, не участвует, здесь просто не будет значимого количества людей, которые воздают такую ситуацию. Словно, например, он говорит, я вообще выбираю, всегда придумаю жизнь. Но у нас была некая такая штука, опять-таки, эксперимент от реальности все-таки отличается, это раз. Во-вторых, у нас там был первый опрос, представьте себе, что у вас есть прямой рейс, там, за 12 тысяч, и стыковочный, там, за 1 500, но известно, что эта компания гарантированно прилетает, да, то есть вы не опоздаете никогда, то есть там все, все как часы работают. Готовы или нет? Многие говорили, что нет, не готовы сэкономить. А за сколько вы все-таки купили? То есть там вопрос всегда стоял, а сколько вы готовы заплатить? Кто-то писал 11, кто-то писал 9, кто-то 10, да, ну, опять-таки, вот, Леша, когда совсем свободно относятся к деньгам, я бы всем наподобил. Нет, нет, у нас всегда билеты покупают те, кто меня приглашает. Ну, да, кстати, был вопрос, насколько часто вы летаете, не оплатив сами, да? Там был такой вопрос, при этом он оказался незначим, вернее, он там в нужном направлении шел, но, опять-таки, это некое усреднение, да, вот, и так что, вот как с Лешей, да, потому что, на самом деле, там есть два варианта, что я выбираю самый удобный и работодатель выбирает самый удобный, да, то есть ты, на самом деле, для большинства, когда покупают себе, ты вообще ни на что не властен, да, а вот когда ты сам покупаешь, ты можешь выбирать, да, поэтому вот здесь подобная вещь, скорее всего, могла сыграть, да. Ну, опять-таки, кто часто летает, тот понимает, что все эти самые стыковки, ну, если нет каких-то там медицинских вещей, это не так страшно, как человек, который там летает раз в пять лет, да, и думает, что сесть в самолет, это вообще такое событие, ну, мы же не боимся там с автобуса на автобус пересесть там иногда, вот, или с автобуса на метро, тем более, в Москве, вполне нормально. Вот, ну, с другой стороны, вот, кто готов переплачивать за удобство, да, потому что можно выбрать удобное место, полностью, например, куда-то там, любимую еду выбрать, какие-то другие вот услуги, вот кто за это платит, конечно, они и за удобство. Варианты типа прилетел в Шереметьев, улетел в Замадедово здесь не рассматриваются? Здесь далеко не только Москва, вот, причем Москва это достаточно маленькая все-таки часть выборки, хотя, наверное, человек 20 в Москве у нас, наверное, было в этом самом вопросе. Ну, вот, что-то здесь можно выяснять, опять-таки, я вам говорю, я сейчас показываю там самые первичные вещи по верхам, да, вот, ну, вот дальше будет доклад Натальи Хастенберг, как я понимаю, там будет, значит, про энергетические рынки что-то, но, может быть, в другом контексте, но, например, рынок, на котором мы видим очень много всякой ценовой информации, это как раз энергетический рынок, ну, например, просто динамика цены электроэнергии на рынке на сутки вперед, вот старается новая зона Сибирь, да, там, мы видим, индексировано, значит, на уровень цен, но вот эти вот колебания, колебания очень большие, да, вверх-вниз, есть сезонность, еще ярче видна сезонность в объемах продаж, вот, внутри недельные колебания то же самое, там, выходные дни, будни, будни тоже отличаются друг от друга, мы все это можем учитывать, длина светового дня, температура, курсы валюты и так далее, да, вот, что-то мы можем делать. Имя? Ага, уже, да, ну, немного, да, вот, картинки, да, вот это вот все касается микроэкономики, те чуть-чуть всяких картинок по макро, да, вот, ну, вот есть такая интересная аналогия с физикой, по экономике гравитационной модели международной и межрегиональной торговли, ну, собственно, уравнение Ньютона, да, что сила притяжения прямо пропорционально массам тела, обратно пропорционально квадрату расстояния. В экономике торговля между двумя странами и двумя регионами прямо пропорционально экономическим массам тела, в данном случае, например, ВВП страны или там, ВРП региона того и другого, потому что чем больше регион, тем больше он производит, тем больше он может экспортироваться. У другого региона больше размер, больше рынок, соответственно, они больше готовы покупать. Правда, единственное, тут не в первой степени, как у Ньютона, а может быть в какой-то степени, там, эластичность торговли по размеру регион. И точно так же, чем больше расстояние, тем выше транспортные издержки, опять-таки, не в квадрате, а в какой-то степени, вот, эластичность торговли по расстоянию. Вот здесь, собственно, есть общая модель для России, которую мы считали. Это модели для, например, 203 регионов России подсчитаны, и, соответственно, вот здесь разным цветом указаны эластичности по расстоянию. Чем больше эластичность, тем больше расстояние имеет значение, вот, тем, ну, соответственно, там, это может быть связано с отсутствием достаточно инфраструктуры, значит, сама по себе удаленность здесь не играет роль, потому что если было там в два раза дальше, в два раза дороже, может быть, все это осталось бы, да. Но, тем не менее, вот то, что в европейской части в среднем инфраструктура получше, дальше, на восток, покуже, кроме совсем удаленных регионов, в котором, собственно, неважно, с кем уже торговать, потому что до всех далеко, и никакого сообщения ни про железнодороги, ни по автомобильной дороге, например, у Чукотки, у Камчатки, у Багадана, у нас практически нет. Да, какой-то англоскоп? Да, нет, у нас. Вот, есть такой показатель индекс рыночного потенциала, да, опять-таки, там, в экономике. Учитывается, это, собственно говоря, ну, слово говоря, так, в первом приближении, богатство региона, взятое там с весовыми коэффициентами, богатство окрестных регионов, собственно, веса обратно пропорционное расстоянию, да. Вот, ну, понятно, что вся, в России активность, она там, по кругу Москвы так конституционна. Ну, это некий усредненный ВРП с, там, ВРП с окрестными регионами, да. В ВРП, они ВРП, на душу населения. Но вопрос, что есть динамика, да, то есть понятно, что мы за один год нарисовали такую картинку, за другой год нарисовали такую картинку, а какое изменение, да, условно говоря, вот здесь в Якутии было мало, да, стало мало, но чуть-чуть относительно побольше, да, где-то наоборот, да. Вот, и, соответственно, вот, можем ли мы посмотреть, как чего-то меняется, вот в каких-то ценах. Вот здесь, собственно, изменение индекса рыночного потенциала, ну, это из какой-то совсем давней работы, поэтому, 2000, 2010 года, вот, ну, вот, видим, где идет, там, некое изменение, где было, условно говоря, совсем мало, но что-то стало проявляться, ну, здесь это вот, ну, все эти самые, СПГ, там, и так далее, СКОЛИН, это такой центр. Опять-таки, инвестиции в, там, Дальний Восток, видимо, какие-то... Да, и, да, закачка Кавказа. Правильно. То есть, деньги туда... Это уже нефтяные или... Нет, это, скорее, просто туда вложили деньги, деньги проели, ну, опять-таки, там, что-что-то... Если у людей появляются деньги, то могут быть, там, изначально, там, какие-то крупные предприятия ничего не заработало, но, значит, или, по крайней мере, там, сфера услуг, там, кафешки, рестораны, там, и так далее. У людей хоть и на это появились деньги, да? Вот, опять-таки, можно сделать, там, ну, здесь с очень большими кавычками инвестиционной привлекательности, да, потому что в значительной степени это не инвестиции частные, это очень много государственных вливаний, там, туда... Полезно было бы сделать эту картинку от 11-го до 21-го? Можно как-нибудь повторить, да. Да, нет, нет, она будет красными цветами, но просто это весь восстановительный рост. Ну, да. Вот, и можно, опять-таки, вот мы строим модель, а дальше аутлайли, да, а где больше и где меньше относительно модели, да? Ну, куда шли инвестиции больше, чем должно было быть даже с учетом, там, каких-то преимуществ этого региона, да? Ну, понятно, нефть, газ, да? Краснодарский край здесь, собственно, активность дошла. Кстати, заметим, Москвы здесь нет, там, Санкт-Петербург еще где-то там на шестом месте присутствует, Москва там подальше, да? А Московская область, наоборот. Это вообще что? Это, собственно, что должно было быть с тем, что, условно говоря, вот изначально, там, где у нас очень большая активность, в Москве, естественно, очень большая активность, очень большой приток, да? Вот, ну, он, собственно, и должен быть, потому что, ну, как бы, когда мы изначально видим вот такую вот картинку, вот сюда идут деньги, да? А насколько, все-таки, там, изменения, там, с 2000 по 2010 год? Ну, на самом деле, во многих регионах мира вот эти вот инвестиции, они все-таки идут туда, где недостаток чего-то, да? Где есть какие-то, там, свободные ниши, да, которые могут заметить тут. Итак, много активности, куда еще соваться, да? Вот, а есть куда вложиться, где можно, ну, собственно, инвестиции, там, какой-нибудь, не знаю, Юго-Восточная Азия, которая когда-то была совсем бедной, и эти самые инвестиции пошли туда, несмотря на все риски, ну, если там можно что-то создать, все эти самые конкурентные преимущества с низкой зарплатой и так далее, делаем где-то на периферии. Где-то мы платим там 40-50 тысяч, уже люди очень довольны, да? Если мы рассматриваем там центр, то там придется платить там в два с лишним раза больше. Вот. Средняя инвестиция, опять-таки, вот уже до 19-го, нет, 21-го, до 19-го. Инвестиции на новой земле. Ну, понятно, что регион показан, как диагонически. Ну, там же есть и цены, военные посредние, наверное, там тоже что-то платится. Вот. Опять-таки, это именно инфляция, это не уровень цен, да? Понятно, что он там на востоке большой, на Чукотке еще выше. Вопрос, какая динамика... Экономная область очень большая инфляция, смотрите. Да, сильно больше... То есть, чтобы динам было хуже, да? Нет, Саша, это дальнодействие. Это вот это достаточно маленькое черное. Причем, наверное, дальнодействие с новой землей. Да, кореняться с новой землей. Нет, нет, чтобы очернить, вон, вот, вот, вот. Вот, вот это? Да, это сочинение. Вот. На самом деле, конечно, периоды разные, да? Вот, собственно, что можно будет смотреть? Ну, базовые три показателя. Вот, какие регионы больше растут? Дорогие или дешевые, богатые или бедные, удаленные или близкие, да? Вот, значит, ну, единая модель, кстати, там, каких-то сильно значимых показателей, но кроме, ну, все-таки конвергенции. Нет, а вот, если рассматривать три разных периода, да, период, там, до восьмого года, период бурного роста, потом, собственно, с девятого по четырнадцатый и, ну, вот, взятый, по девятнадцатый. А ее, в четвертую февраля, 22-го года, не регион. Нет, ну, вот, вот, когда, когда начинаются все катаклизмы, тут еще тоже ковид мы исключили. Ну, не то, что исключили, мы делали это в двадцать первом году, но ковид, конечно, сильно мог бы зашуметь, вот, потому что понятно, что двадцатый, двадцать первое от какого-нибудь восемнадцатого, девятнадцатого все-таки отличаются. Ну, вот, сейчас уже времена тяжелые, можно достаточно широкие, уже, получается, четыре года включить. Можно посмотреть, что происходит, да, еще четвертый период. Вот, конвергенция весь период, в период роста и после четырнадцатого года богатые регионы дорожают сильнее, чем остальные, удаленные сильнее дорожают до восьмого, но вот дальше эта тенденция становится незначимой и, в конце концов, меняется даже на противоположную, видим, что меняется знак, да, то есть, но это связано в том числе с тем, что государство, там, особенно бюджетники, вот здесь важный еще показатель, который не включен, например, можно было добавить долю бюджетного сектора в экономике, да, вот, собственно, роль государства сильно усилилась с пятнадцатого года и так далее, поэтому это могло сильно повлиять, да. Вот, ну и вот было анонсировано, что вплоть до коронавируса какие-то вещи можно делать, да, но вот, когда все это начиналось, мне такую вот задачу поставить, так очень неожиданно, значит, коронавирус только пошел, да, там, 31 марта 2020 года мне, значит, звонят, что нужно построить, там, точный прогноз по числу, там, пускай официально, там, зараженных, там, на ближайшие, там, хотя бы два-три месяца, вот, когда построить, ну, желательно завтра, да, там, послезавтра оно должно быть, там, куда-то уйти, да, вот, а какие данные? В России вообще все только начинается, да, то есть, там, считанные люди, вот, собственно, первая статистика, даже вот на 31 марта, когда мне было дано это самое задание, ну, 2337 официально зарегистрированных человек, да, ну, где-то пораньше, да, собственно, поэтому и можно было что-то сделать, учитывая подобие страны. Я думаю, здесь Кавказская матриарда была в середине марта, да, и мы дали честное слово, что не будет ни одного, самого больного, когда нам разрешили ее. Ну, вот всякие детали, да, да, что нельзя использовать, это, ну, нельзя использовать просто экспенсальный рост, да, понятно, что он, там, уходит быстро, очень бесконечно, все, как бы ни было, да, опять-таки, что этот рост, он замедляется, а насколько сильно он замедляется, что еще влияет, да, ну, вот построили некую, некую модельку, значит, ну, базовый там просто, ежедневное сокращение на 2,56%, именно не процентный пункт, а процентный, вот, доля зараженных влияет значимо отрицательные, собственно, предельные эффекты, пытались разные варианты включать карантинные меры, нифига не работает, да, то есть, причем по международным исследованиям, да, вот, незначимо от слова совсем, вот, причем, естественно, там, слагом каким-то, что мера вводится, это может повлиять, там, через некоторое количество дней, да, даже по факту, ну, я этим, как-то так, до лета, 20-го года, по крайней мере, смотрел, ну, вот, не работает, да, вот, то есть, вот разные варианты, просто какая-то мера вводится, или, там, индекс изоляции, статистика, там, по нему была достаточно большая, причем, видим, что есть страны, где очень сильные были антиковидные меры, ну, Россия в числе тех стран, где они были жесткие, ну, опять-таки, потом Москве, кто из Москвы особенно хорошо, наверное, это помнит, хотя это все равно не максимум того, что где-то встречается, есть страны, где пониже, есть страны, где еще ниже, да, ну, там, Беларусь вообще, ну, кс-194, вот, в Швеции очень слабые были меры в сравнении с, там, со многими другими странами, ну, вот, это не наблюдалось, да, но, тем не менее, вот, взяли, учли, что возможно, да, построили модель, понятно, что, да, вот, статистики, где у нас, там, с двух зараженных за двух тысяч, когда ожидаются миллионы, ну, наверное, точный прогноз построить было невозможно, потому что, ну, кто бы говорил, ну, тысяч 10, тысяч 20, тысяч, там, 50, вот, да, кто говорит, нет, все, причем, как мы все-все умрем, и через полгода у нас страна, там, на 10% сократится, да, то есть, вот, вплоть до таких диаметрально противоположных значений. Построили, собственно, модельку, вот, ну, вот, по прогнозам по разным странам, наверное, интересно России, да, вот, вот, собственно, вот здесь эта моделька строилась, а дальше я взял данные, ну, до 1 июля, как оно шло в сопоставлении, и видим, что, ну, как-то так очень, очень неплохо оказалось в соотношении, ну, конечно, там часто говорят, что, вот, там, постфактум, все хорошо могут все прогнозировать, вот, ну, вот, собственно, вот там у меня пост, ну, там, там вот была последняя корректировка, это на, там, 12-13 апреля, там добавлено количество, размер страны, вот, собственно, по пост с вот этими самыми картинками по России. Вот идет, ну, это я показывал, там, линейное убывание, почему оно плохо работает, а вот серенькая картинка, это вот те самые, то, что нарисовано вот здесь, а синенькая, это вот на тот момент, последняя, там, 13 апреля, это реальные данные, так вот она как раз вот там, вот виды идет. Ну, опять-таки, эксперименты можем как-то учитывать, а что влияет на мотивацию, но это уже, наверное, все. На 8 минут, я же что-то так увлекся смотреть какой-то доклад, что-то интересный. Ну, наверное, что, на самом деле, я там на 7 минут позже тоже, как ведь с первым докладом он начался. Ну, ну, все, на этом, на этом. Ничего. Заканчиваем. Спасибо за внимание. Задержу чай и кофе.